В эфире программа ЖЗЛ, я Павел Санаев. Судьбы замечательных личностей всегда манят нас, интригуют. Но есть судьбы настолько невероятные, что можно разгадывать их до бесконечности и все равно никогда не узнаешь всей правды. Но мы попробуем докопаться. Последний гений 20 века. То ли художник, то ли усы. Водолаз сюрреализма и отец эпатажа. Знаменитый порнограф, потерявший девственность в 25 лет. Создатель первой в мире классификации испускания ветров. Ребенок Индиго, помнивший месяцы, проведенные в материнской утробе. Первый копирайтер от искусства, превративший образный мир шизофрении в огромные деньги. Скромник, всю жизнь не изменявший единственной возлюбленной. Коммерческий изобретатель и чувственный механизатор. Философ быта, придумавший зеркальные накладные ногти, спектральные очки с калейдоскопом, туфли на рессорах и шарообразный велосипед. Страстный живописец шедеврального бреда, раздвинувший рамки мирозданий. Аполитичный коммунист, монархист, анархист и тоталитарист. Воплощенная в человеческом теле мания величия. Каждое утро, просыпаясь, я чувствую высшее наслаждение быть Сальвадором Дали. Ну вот такой вот набор мифов, но по-моему это все только верхушка айзберга. Как будто прямая речь Сальвадора Дали, как будто он сам о себе рассказывает. Под названием Дали, потому что мне кажется, об этом человеке можно нагородить любых мифов в 10 раз больше, и все равно это все окажутся в какой-то степени правда. Но давайте попробуем разобраться все-таки, что и что. И сегодня у нас в студии Рудольф Константинович Баландин, автор книги о Сальвадоре Дали, писатель, биолог, геолог и историк. И Константин Миллер, питерский художник, и насколько я знаю... Кирилл Миллер. Кирилл Миллер. Извините, Кирилл Миллер. Простите, на старуху бывает проруха. Автор памятника... У меня вчера была температура. Сальвадор Дали. Да, в Петербурге и галерее Сальвадор Дали. Нет, относительно мифов, вы совершенно правы. Но дело в том, что он сам создавал эти мифы, а уж затем, конечно, подхватывали другие. Согласен. Ну, какой из них самый распространенный? Ну, то, что он гений. Кстати, я в книжке «Сто великих гений» включил и Дали. Но включил именно потому, что, во-первых, он сам себя так называл, что редко бывает с гениями, прямо сказать. Они и так как будто бы понимают, кто они такие, и другие это знают. А в то же время он действительно прогремел, как в какой-то степени феномен именно XX века. Вот, на мой взгляд, это очень важно. Ну, его действительно можно считать гением? Или все-таки это в большей степени самопиар? Конечно. Результат успешного самопиара? Конечно, гений. Он прожил жизнь настоящего гения. Он всего себя, вот, всего себя без остатка отдал одному, единственному, так сказать, вот, реализации себя в искусстве. То есть он стал весь искусство. От и до. То есть не только творчество на холсте, но и творчество из самого себя. Все. Вот все, что есть Дали, это все гений. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам в студию и делитесь с нами своим мнением. Как считаете, вы, был ли Сальвадор Дали гением, или все-таки в большей степени самопиарщиком? Вы знаете, он совершенно правильно сказал, что он был, конечно, великим среди пигмеев. И это, по-моему, в значительной степени верно. Тут гений среди не гениев, это уже вещь очень занятная. И сам он говорил, что он и в подметке не годится. Подождите, каких пигмеев? А пигмеи-то кто? Пигмеи все остальные. Кроме, как он говорил, скажем, ну, Пикассо ему норовился. Понятно, был его, можно сказать, крестный отец в искусстве. И второе, все-таки у Дали, ну, как вам сказать, он же себя называл клоуном. И больше того, он еще имел, прошу прощения, наглость сопоставлять себя с Чарли Чаплином. Что вот вроде он смешит вот так, а я смешу вообще всю жизнь. И вот выхожу на сцену каждый раз с кистью или без кисти, где бы я ни был. Но вот это большая разница, потому что Чарли Чаплин, это был все-таки рыцарь печатленного образа, понимаете. И он был клоун весьма специфический. И он смеялся над тем обществом и издевался над ним. У него месье Верду так и говорит, это мой маленький бизнес, он убивал женщин. Действительно получал деньги. А у вас, говорит, большой бизнес, вы убиваете миллионы, и за это полиарды. У Дали этого нет. Он клоун достаточно мелкий. И по отношению к Чарли Чаплину, конечно, скажем, Чарли Чаплина я включил в универсальные гении. Согласны, что он мелкий клоун? Нет, я даже не считал обученного клоуна, он может не говорить все, что угодно. Он так себя называл. Он называл себя всяко. Поэтому мог называть себя и клоун, и не клоун, это все гении. Одним словом. Серьезно. Одним словом. Мы не можем отталкиваться от того, что он о себе говорил. Он говорил о себе все. Потому что все было подчинено одной цели. Высказаться. Высказаться по полной праве. В чем его, скажем так, новое слово в искусстве? Как он остался вехой? Гением в том, что он всю свою жизнь подчинил искусству. Всего себя настроил как резонатор века, времени, культурных слоев. И вылавливая. Есть огромное количество людей. Все является реакцией его на его ощущение времени, востребованности времени. Что хочет публика от гения? Есть огромное количество людей, которые все вещают искусство. Знаете, я как-то зашел в подвал случайно, в один, и он был весь заставлен глиняными статуэтками. Я ничего чудовищного в жизни не видел. Но я видел, что этот человек посвящает себя ежедневно вложению статуэток. Здесь очень важно, что ему повезло. Почему ему повезло? Он варился в очень правильном культурном бульоне. Это в том культурном бульоне, в той культурной среде, где это имело смысл. Потому что, например, у нас сейчас, какой бы ты гений ни был, заявляет, не заявляет, никто не услышит. Это среда культурная пигмея. Нет такой культурной среды. Вот, может быть, конечно, я даже думаю, чтобы он даже пигмеями это не назвал. В какой реальности мы иногда... Подождите, это какое-то противоречие. Так он все-таки варился среди пигмеев или он варился среди культуры? Ему казалось, что они пигмеи, конечно. Но в том же время это была культурная среда. Посмотрите, с кем он общался, в каком он центре был культуры тех времен. Ну, то есть общий уровень пигмеев был так высок. Очень многие были в этом центре и были, может быть, не слабее, а может быть, даже и больше. А простите, а что вы тогда понимаете под тем самым самоотдачей в искусстве? Что вы понимаете под искусством? Что такое искусство? Нет, нет. Полнейшая само пожертвование. Вы можете идти куда угодно и самоотдаваться, сколько вам вдумается. А вот что вы понимаете в искусстве? Сейчас самоотдача идет, понимаете, он съел, и потом у него самоотдача идет с заднего, простите, прохода. И это самоотдача его, да, и он даже это продает. Хорошо, можно тогда поставить вопрос по-другому? Что заслуга дали его гениальность в том, что он открыл новую страницу в искусстве, которую мы сегодня называем сюрреализм. Можно ли сказать это так? Нет, это, конечно, совсем не сюрреализм. Развил, довел ее до абсолюта. Это принято было говорить о том, что это сюрреализм. Он с сюрреалистами частично взял их, но он стал, был больше, чем сюрреалист. Через сюрреалист он занимался и кубизмом. Он прошел многие циклы истории искусств. Начинал как кубист, импрессионист. Он все прошел, и стал наконец-то кидали. Нет, он сказал, сюрреализм, это я. Это устойчиво. Он сказал, сюрреализм, и я закончил с этим. Хорошо, давайте дадим слово зрителям. У нас есть звонок в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Меня зовут Анастасия, я сама художник и поклонница Дали. Вы знаете, я думаю, что Дали больше, чем гений. Он своеобразный юродивый, потому что принял на себя обет говорить только правду и следовать только правде. И все его богатство, это никакой не пиар. Это следствие его награды. Наград за то, что он всегда верил в эту правду. И поэтому всем казалось, что он говорил чушь, а он говорил то, что приходило ему на сердце от Бога. Понятно, спасибо. Рудорик Александрович, вот, по-моему, есть большое количество каких-то фактов биографических, указывающих на то, что иногда он кривил душой немножко. Кривил и сильный, он это не скрывал. Но то, что он был действительно человек очень одаренный, и одаренный не как живописец, а у него, мне кажется, он и мыслитель был незаурядный. Конечно, невеликий, но незаурядный. И писатель был талантливый. Опять вот, ну, переводчица его... И мультипликатор даже, потому что мы посмотрим фрагмент фильма, который участвовал. Ну, в кино он писал сценарий, как известно, «Отдалузский пес». И, кстати сказать, там очень хорошая пародия, или, я бы сказал, метафора на современное искусство. Когда поворачивается один из бандитов, плохо одетых, и у него ниже спины на штанах черный квадрат. Я думаю, что это придумал, скорее всего, или Банюэль сам, или Дали. Но это очень хорошая метафора современного искусства. Да, вот на этом месте черный квадрат, это очень кстати. У него в творчестве очень много. И, кстати сказать, да, и у Дали были неплохие стихи. Конечно, не так, как у его друга Федерико Гарси Лорки. Но, тем не менее, стихи талантливые. Именно в стиле, я бы сказал, вот такого сюрреалистического видения мира. Не всегда понятного, но, тем не менее, занятного. Вы знаете, когда общаешься иногда с людьми, скажем так, далекими от мира искусства, но, тем не менее, они все так или иначе слышали фамилию Дали. Первая ассоциация у них — это усы. Им говоришь, вот Сальвадор Дали. Они говорят, а, усы? Откуда же взялись эти знаменитые усы, и почему они стали вот таким брендом? Что даже, насколько я знаю, есть духи Сальвадор Дали, по-моему, с усами такими на флаконе. Я могу сказать, что для начала надо, чтобы опознаваться как-то и за что-то зацепиться, потому что, опять-таки, если они пигмеи, да, то есть Сальвадор Дали вынужден был работать именно в той среде, в какой есть, да, и по тем правилам, которые есть в искусстве. В искусстве известно правило, если ты знаменит, то твои картины — все шедевры. Если ты не знаменит, то, будучи гением, значит, все равно снимай. Если в музее видит Рембрандт, и выясняют, что это Рембрандт, все ходят Рембрандт, ах, Рембрандт, ну, спектральный анализ показывает, что это не Рембрандт. В результате какой-то реставрации спектральный анализ эту картину утаскивают, и над чем-то дахали. Это лучше доказательство того, что все-таки вешают Рембрандта, потому что это Рембрандт. Сальвадор Дали это прекрасно понимал, он должен был стать тем Сальвадором Дали. Правила игры, условно говоря, в искусстве такие, что вот он вынужден был, может быть, такими методами. А вот у вас тоже усы. То есть имидж у меня... Вы как-то связаны с подражательством Дали? Ну, у меня усы связаны, значит, с мужским поводом. Да, я немножко так люблю по праздникам, вспоминая Сальвадору Дали, их немножко подкручивать, а у меня немножко другая история, я красный. Это очень важно определяться, потому что задача такая, чтобы быть услышанным, это очень важно определяться. А вот мы видим на экране фотографию, где на усах у него висят политические деятели. Что это такое? Это... Я только не всех узнаю, я вижу, в середине Ленин, Маркс, я вижу Сталин. Это искусство Дали, то есть искусство Дали в лучшем виде. Но это что, это был протест? Это чисто жар... Во-первых, не протест, во-вторых, это можно датировать очень хорошо, потому что это, скорее всего, 54-й год, когда у нас вождем был Маленков, о котором, конечно, забыли. Два года все-таки он был после Сталина. Так вот, это все те вожди, как он считал, и, кстати сказать, он был страшный апологет культа личности, прежде всего своей собственной. И, во-вторых, тех личностей, которых он сильно очень уважал. А к ним относились и Гитлер, и Ленин, и Сталин, естественно, и Мао Цзэдун. Все мощные личности. Можно сказать, что если бы он не был настолько эксцентричным художником, он пошел бы в политику и стал бы такой же, может быть, яркой личностью на политическом небосклоне. Ну, не знаю, политики, я думаю, что политики быстрее заботятся, чем Дали все-таки. Он был больше даже, чем политик, потому что... Нет, политика, конечно, это... Его политика, это аполитичность. Это была его политика. Так же, как в религии есть тео, а есть атеизм. Значит, это две религиозных ветви. Так же, как и здесь. Есть аполитичные люди, но я думаю, что ему не хватало для политики очень важного качества. Он был трусоват. К сожалению, и это, кстати, вот один из учителей в детстве Владимира Ивановича Вернадского, Евграф Короленко, он у него, среди его записей, я смотрел, как раз архив Вернадского, там написано, трус не может быть нравственной личностью. И вот я думаю, что в значительной степени это относится к Сальвадору Дали. Нельзя называть нравственной личностью ни в коем случае. Хорошо, мы о нравственной степени Дали еще поговорим обязательно. Это какие-то советские перерождения. У нас есть еще один звонок. Мы говорим о гении, а не о нравственной личности. Нет, простите, все-таки не надо об этом. Это хорошо так скрываться. В советских учебниках писали. Нравственная личность. Причем тут советские учебники. Вы знаете, Лев Николаевич не был, и Достоевский не был, и Пушкин не был. Кстати сказать, Пушкин сказал, что такое искусство. Если вы не сказали, то я скажу... Пушкин был давно. Нет, опять давно. Вы знаете, они были давно, но они есть всегда. А вот мы есть. Вообще никогда может быть. Относительно. Дали все-таки старался примиться быть человеком своего времени. Не хватался за все новое, что есть. Сейчас это был бы мультимедиа-герой. Настоящий бы компьютерный герой. Это не герой. Это понятно. Значит, это псевдо, я бы сказал. Так вот, я вам хочу сказать. Пушкин сказал очень четко, что чувства добрые я лиры пробуждал. Вот чувства добрые пробуждал ли... И что в результате? Давайте мы все-таки дадим разок слов. Сколько Пушкин на пробуждал этих добрых чувств. Кирилл, я вас умоляю. Мы сейчас вернемся к этому. Почему живем тогда не в раю? Мы к этому вернемся. Давайте слово зрителю дадим. Потому что Пушкиных убивают тех, кто в нравственность не верит. Нет результата. А у Дали был результат. Вы лучшие гости, которые были в этой студии. У Дали был результат. Вы говорите замечательно. Но я вас умоляю на секунду, на секунду брейк. Пожалуйста, Кирилл. На секунду. У нас зрителям надо дать слово. Зрители, здравствуйте. 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 Говорите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, правда ли, что Илья Глазунов агитировал Дали к тому, чтобы тот больше склонялся к коммунизму и в своих произведениях изображал больше вождей? Да, спасибо. Насколько я помню, он вроде бы только собирался его агитировать, но встреча не состоялась. Где Илья Глазунов и где Дали? Нет, ну вы знаете... Это называется рядом пробежал где-то там. Хотелось бы рядом... Совершенно несовместимо, потому что Дали был троцкистом в молодости. И Дали писал портреты Гитлера еще до того, как с ним встречался наш художник. Это все, конечно, какие-то сказки. Это говорит не об очень большом уме Илья Глазунова, думая, что он может поучить чему-то Дали. Нет, это смешно. Нет, ну это может быть сказки вокруг Глазунова, это неважно. Может быть, это сказки вокруг Глазунова, но это, конечно, неправда. Неправда, потому что Дали действительно, он начинал как анархист, как революционер, как троцкист, что тогда было модно в Испании. И кончил он фактически тем, что восхищался Гитлером. И, в общем, когда и Гитлер сошел на нет... Вот у нас на картинке Ленина, я смотрю, там... Да, здесь вот это Ленин, это его из довольно молодых лет сравнительно, и он Ленина ценил очень высоко. То есть его левые идеи все-таки привлекали. Мы не должны упирать на конкретно Ленина и Гитлера, его интересовали вообще вожди как таковые, вообще-то, великие люди. Ну все-таки я вижу больше, я не вижу у него на усах Македонского, я не вижу у него на усах... Ну, потому что усов не хватило, наверное, в этом следующее... Ну, вместо Ленина, тем не менее, все-таки там... Ну, вместо Ленина, это была бы другая ситуация, но развешивал бы другое. И мы просто интересовали... Вот посмотрите на... ...вы какого порядка, какого сам масштаба. Простите, посмотрите на иконостас, вот который у него, вот, пожалуйста, кто у него там? Сталин, Гитлер. Ну, я могу сказать по иконостасу... Станардо да Винчи и, естественно, Галаева. Этот иконостас возбуждает почти всю аудиторию. Простите. Человеческую, он возбуждает иконостасом и... Подождите, можно вас перебить? Вы, пожалуйста, не перебивайте, когда кто-то говорит. Потому что здесь, когда двое говорят, это отвратительно. Я пытаюсь что-то сказать. Слушать очень трудно, не надо подсказывать. Люди сами все видят и поймут. Не уверен. Не надо кричать. Нет, то, что вы говорите, это, по-моему, поймет каждый. У нас есть возможность пригласить в нашу студию еще одного человека, а это будет никто иной, как сам Сальвадор Дали, поскольку в лаборатории Спирита.нет реконструируется его психологическая матрица. Приветствую, Сальвадор. Люблю журналистов. Способствуйте кретинизации населения. И прекрасно с этим справляетесь. Держите курс на камамбер. Зачем же вы так? Я ученый, это лаборатория Спирита.нет. И мы, будучи посредственностью, незачем лезть из кожи вон, доказывая, что ты посредственность. Это и так заметно. Слово сказать, только два. Какое ваше... Главное для художника выбрать себе правильную жену. Лицо не должно быть красиво, зато руки и ноги безукоризнены. Грудь не важна. Что касается бедер, они должны быть крутыми и поджарами. Но главное – это глаза. Глаза обязательно должны хотя бы казаться умными. Это вы о Елене Дмитриевне, да, своей музе? Разумеется, без Галлы я никто. После ее смерти я не написал ни одной настоящей картины. Гений мужчины живет в теле женщины. А вот вам не кажется, что Галла использовала вас? Заставляла покупать замки, а сама ходила, извините, налево? Не пытайтесь понять совершенство. Вам его не постичь. Разве что если отпустите усы, как удали, и будете почаще смотреть на его фотографии. Определенно, только это нивелирует вашего внутреннего идиота. Не удивительно, что вас проклял отец. И как вас вообще угораздило умереть с таким эго? Умерла только Галла Дали бессмертен и никогда не умрет. Спасибо. Слово студии. Ну, об отце мы обязательно поговорим. Давайте сейчас поговорим о Галла, об этой женщине, которая одни считают, что сделала Сальвадора Дали, другая считает, что она питалась его талантом. Как же это было на самом деле? Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам в студию и высказывайте свое мнение. Как вы считаете, кем была Галла в жизни Дали? Как он сам сказал, она была в значительной степени всем. И она его создала в том же смысле, как он ее в конце концов создал. Потому что мы бы ее, конечно, не знали, как жену Поля Элюара. Но кто ее знал? Так вот, она была у него и менеджером, как теперь говорят, и вдохновляла его, что он потом и сексуальный опыт у него был фактически впервые, и по существу, может быть, навсегда был связан с ней. А как так получилось, что он до 25 лет оставался девственником, будучи, в общем, привлекательным человеком? Я расскажу про это, а? Вот я вижу, Кирилл, Кирилл хочет, я вижу. Сейчас мы вернем вам слово. Вот на эту тему я хочу говорить Кирилл. Сексуальная составляющая его комплекса, то, что он был предателем, это, так сказать, понятно, было важнейшим. И он просто был действительно слабенький, и очень сексуально странно ориентирован, я бы сказал, потому что я, например, вижу во всей его природе все-таки гомосексуальную составляющую очень сильную. Но она проявилась как-нибудь? Она вот эта вот знаменитая, так сказать, у него слорка, вот эта история, она до конца непонятно, пришла ли она все-таки вот к такому конкретному результату, но то, что она там была, это и всю его жизнь она проходила, и то, что там очень серьезные сексуальные комплексы, и на этом все завешено очень много. Но у них же не было ничего слорка, что удивительно, что два талантливых человека тянутся друг к другу в сети духовно. Он просто разобрался с Галой, как-то очень странно. Она как-то приняла его во всех его комплексах, во всех его сексуальных тонкостях. Она его просто приняла, и стал как бы этот вопрос был снят, поэтому она была для него всем. Потому что другой, я думаю, может быть, человек не принял бы его, это была бы для него серьезная составляющая, не принял бы его со всеми его тонкими сексуальными, а сексуальная составляющая, к сожалению, в жизни человека является очень мощной, определяющей. Можно сказать? Долго. Я думаю, что нужно. Как оно через всю его жизнь проходило. Подождите, вы начали с ошибки. Первое. Самый главный. Я все-таки книжку писал не зря. Читал о нем очень много. Знаю, что у него каких-то сексуальных больших комплексов и не было. Это был... Кстати сказать, я думаю, он был значительно крепче и сильнее вас. И напрасно вы так говорите. Потому что он плавал по нескольку километров. Вот сестра его знает. Он прыгал по скалам. Это к сексуальным отношениям не имеет никакого отношения. Нет, физически вы уж мне не говорите. Я видел людей побольше. И разных людей. И сексуальностями меня, зная эти все художественские штучки, потом оказывается, что они импотентны. То есть если сильно физически говорят... Если сильно физически, значит жеребец? Он был... Да причем обязательно жеребец? Какой жеребец? Ни одного указания нет на то, что он сексуальный герой. Как раз известно, что он был антисексуальный герой. И это его двигало во многих случаях. Почему все картины его пронизывают сексуальными проблемами? Да, эти проблемы были связаны больше всего мастурбацией. Мастурбацией. Боязнь. Не буду об этом говорить. Я только что, они находили отклик. Потому что он как-то умудрялся, решая свои сексуальные проблемы, затрагивать такие тонкие материи, которые находили отклик у всех. Вам можно объяснить? Как что-то очень глубоко интимное. Как какое-то откровение. И в его картинах люди искали ответы на свои многие вопросы. Простите, у нас, Кирилл, много слов зрителей. А на самом деле, я вам хочу сказать, так же, как и вы, и как многие публика, вот так, поверхностный фрейдизм, довольно пошлый, с его совершенно нелепым и диповым комплексом, вот он-то как раз и сыграл ту роль, потому что в то время это была мода. Теперь понимают, что Фрейд это, во-первых, не первый он открывал все эти вещи, до него это было, и тем более бессознательно, вообще за сто лет. А во-вторых, это болтовня, это все вот переходит в пустогрёв. Ну как болтовня, где у него, где у него женщина, где у него женщина, где доказательство здоровой сексуальной жизни. На секунду, на секунду дадим слово зрителю, Кирилл, Кирилл, я вас спрашиваю, давайте на секунду дадим слово зрителю, мы вернёмся. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, добрый день, меня зовут Марина. Я считаю, что Дали без своей Галлы, возможно, бы реализовался, потому что такой настоящий гений, незаурядный талант, он всегда найдёт в себе применение, но без влияния Галлы, я думаю, что мы многого бы потеряли в его творчестве, потому что стоит вспомнить, сколько он, ну, с неё писал картины, и сколько шедевров в его исполнении мы знаем. Спасибо, спасибо. Ну она же была и менеджером его, и нянькой, и всем. Я думаю, что ей было влияние Галлы, была просто полная поддержка Галлы, она позволяла ему отвязываться полностью, она говорила, отвязывайся, вот делай что хочешь, абсолютная свобода. Она в нём развивала историю самокопания, всю вот эту художественную активность, и у него не было ни капельки, так сказать, реального, чтобы не осталось, чтобы он весь выплеснулся в искусство. Она только ходила, за это деньги собирала. Это гениальное совершенно сочетание, потому что если бы он задумывался о прозе жизни хоть немножко, он бы рухнул, но не было бы Дали. Она его полностью лишила возможности думать о прозе жизни. Я вас перебью, очень много говорите, не точно, я всегда уточняю. Значит, хочу вам сказать, по его собственному признанию, он очень прекрасный, и по признанию тех, кто с ним работал. Я прочёл практически все книги о нём, и даже вот хорошо знаком был с той же Натальей Малиновской, которая была знакома с его сестрой. Так вот, ещё раз скажу, что на самом деле об этом он задумывался, и даже очень ловко, и даже замечали это, и даже за это его, в общем-то, несколько друзья обижали. И даже есть такое слово, вот я, например, написал трагикомедию, вот только что, называется «Сальва Доллар Дали», а его называли, да, его называли так же практически, потому что он продавался, продавался, причём он говорил об этом, это очень важно. Он сам говорил, да, я продаюсь. Такое время, пошлое, гадкое, мерзкое. И эти художники, и эти художники, которые сейчас... Может быть, Галаева к этому подтолкнуло? Нет, и эти художники, которые сейчас, он сказал, есть, они хотят быть дерьмовей самого дерьма, и я с ним согласен, потому что на самом деле дерьмовых художников развелось чрезвычайно много, и уже тогда было достаточно. И он, по сравнению с ними, человек, который всё-таки думал, который всё-таки что-то создавал своё, что им просто недоступно, не болтовня, а именно картины, и, кстати сказать, его сочинения, которые интересны, их надо почитать, понимая, что надо и просеивать в то же время, и не принимать всё так, значит, за чистую монету. Всё время упираемся в то, что он сказал, Дали сказал, он создатель был себя, своего имиджа, своих легенд, поэтому нельзя упираться в то, что он сказал, надо понять, что над этим, посмотреть на всё, что он сказал, немножко сверху всё равно, упираться нельзя, что он говорил совершенно противоположные вещи, мог вот всё перечёркивать. Вот и надо разбираться. Чтобы привести внимание. Самое главное понять, с какой целью он это делал. Вот это важно, потому что всё с какой целью. Он сделал с одной целью, чтобы стать Дали, стать великим Дали, быть услышанным. Ему очень важно было быть услышанным. А что услышать-то? Что он мог сказать? Это следующая история. Все, что он сказал, он... Услышан в результате остался. Наш спор, внимательно слушают зрители, на форуме пишут, что правда ли, что Гала пичкала его антидепрессантами, и врачи обращали внимание, что у него нервная система совершенно изношена, потому что, с одной стороны, успокаивающая, с другой стороны, возбуждающая. Я думаю, что да, потому что посмотреть тот объем, который он поднял в деятельности, я могу сказать, что это не человеческий объем. То есть, это нормальному человеку не под силу. Конечно, она его пичкала. Так она что, его убила, что ли? Замотала? Так она его что, замотала? Нет, она его не замотала, она его реализовала. Он умер, извините, как замотал? Он умер в свое время. Вы знаете, я вам хочу сказать... Она просто из него все вытащила, конечно. Это, я думаю, сказки для тех, кто не умеет работать. Вот, скажем, чем мне дорог, и почему я уважаю Дали, несмотря на его трусость. Я не люблю трусы, потому что от них очень много бед. Особенно в нашей профессии, когда работаешь с геологом. Так вот, самое главное, он был трудяга. Настоящий, причем не тогда, вот как вы говорите, вот он там... Да он это с самого начала. Его увлекла живопись. Отец ему помогал, покупал ему краски, кисточки лучше и так далее. У него было на чем писать и чем. И он этим предавался целыми днями. Он работал. Он не работал, он творил. Это рад не весит. Это рад не нахуй. Он не работал в другое время. Надо ремесло знать сначала. Это нет, это другое. Я говорю о том, что это совершенно другая субстанция. Я говорю, что он работал. Он жил этим, он творил. Он каждое движение, вот он все время жил. Это все его творчество. Потому что в противном случае... В противном случае, а что он сделал в другое время, когда он не работал, отдыхал? Чтобы тему Галла как бы подытожить. Ведь они же последние годы жизни уже не жили вместе. Он ей подарил замок, где она была, и приглашал его туда письменными приглашениями. Но при этом в это же время он продолжал творить, и продолжал рисовать, и продолжал творить. Что, в общем, говорит о том, что и без нее он в какой-то момент жмок обходится. Она его запустила, она заиграла. Ему понравилась эта игра. Она помогала играть в эту игру. Он, конечно, вошел в роль. Он понял, что эта роль правильная. Это все двигательная история. То есть она была катализатором в какой-то степени, а не реактором его. Ему нужны были, конечно, допинги и провокации, чтобы такую деятельность провернуть. Нормальный человек это не под силу. И он провоцировал себя всем, чем можно провоцировать, лишь бы только двигаться. Это все плохо понимаете вы, этих великих людей. Я о них писал много. И сам написал уже сотню книг. Вы знаете, это тоже нечеловеческое. А не поэтому. Через тебя-то хорошо. Не поэтому. Потому что работать обычно не хотят. Вот за такие слова. Что значит работать? Творец, он не работает, он творит. Работает на работе. Простите, я соглашусь. Потому что вот так вот творить, понимаете, не имея прилежания к ремеслу, невозможно. Конечно. Это все пустая, трепотнями меня, простите, я знаю и художников, и писателей, кого я только не знаю. Ну, Дали, надо знать только Дали. А при чем тут Дали? Дали близко. Понимаете, ну, вот есть книга о Дали, это серьезное исследование. Если вы напишете такое, пожалуйста, я с вами соглашусь в чем-то. Боюсь, вы не напишете. Давайте посмотрим сюжет о смерти Дали. Я просто говорю о том, что вот то, что вы говорите, непонятно, почему он гений. Можно мне побить в рынду, в рынду, в рынду побить? Сейчас мы посмотрим, Кирилл, сейчас мы посмотрим сюжет, сюжет на телевизоре, сюжет. А я не могу сказать ничего, потому что... Вы все время говорите, очень много достаточно. Давайте посмотрим сюжет о последних днях жизни Дали. После смерти Галы Дали переселился в замок Пуболи и жил там под присмотром двух сиделок. Он превратился в несчастного больного старика, которого раздражало все вокруг, от яркого солнца до цвета одежды прислуги. Из-за каждого пустяка художник впадал в ярость, и его приходилось привязывать к креслу. Сальвадор все чаще отказывался от еды. Его пытались кормить через зонт, но он выдергивал трубки. Престарелый сюрреалист превратился в мешок с костями. Ему все труднее было сдерживать дрожь в правой руке и добиться знаменитой четкости линий, присущей его лучшим картинам. К этой беде прибавилась невозможность членораздельно выражать мысли. Дали все время на что-то жаловался, а иногда рычал и выл, как дикий зверь. Его мучили галлюцинации. Ему казалось, что он превратился в ракушку. А летом 1984 года Дали перебрался из замка в собственный дом, и вскоре после этого едва не сгорел заживо. Причиной пожара в комнате художника послужило короткое замыкание в проводке звонка, который Сальвадор безостановочно дергал, чтобы привлечь внимание сиделок. В результате возгорания Дали лишился 18% кожи. После этого случая состояние художника ухудшалось с каждым днем. Но несмотря на проблемы с рассудком и здоровьем, Сальвадор прожил еще несколько лет, санкционировав установку памятника самому себе на площади имени самого себя в Мадриде, а также основав собственный музей. В этом музее он и провел последний день своей жизни, прежде чем умереть от остановки сердца в больнице в возрасте 85 лет. Вот этот розовый пол и белый квадрат, это, я так понимаю, есть могила Дали, потому что он себя завещал похоронить так, чтобы по нему могли ходить люди. Откуда это идет? Почему такое желание было? Ну, там все его творчество, это, так сказать, результат его деятельности, это то, что сейчас от Дали осталось всему человечеству. Все могут прийти в мир Дали. Это его мир, это его музей, это его детище, где он все свел, все последние годы. Он очень любил это детище, переживал, естественно, он хотел остаться. То есть сделал музей самого себя? Сделал, да, это место, где можно прикоснуться к Дали полноценно. Не в музее, с картинами, а потому что Дали это больше, чем картины. Это среда, это больше, чем картина, поэтому вот это лучше всего. С этим трудно не согласиться. У нас звонок еще из студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, представьтесь. Я Александр, у меня такие два вопроса. Как художник Светландор Дали относился к смерти? Боялся он или ее, или что-то еще? И какой художественный образ перед ним стоял? Художественный образ смерти? Спасибо. Ну, понятно, что он боялся смерти, он очень вообще трус был, как сказано было. Он был большой трус. Он боялся смерти, и именно потому, что он был трус, он всем способом боролся, чтобы не умереть. Он боялся смерти, поэтому это придавало ему энергии, вот этот страх смерти, его комплексы придавали ему энергии для того, чтобы быть Дали. Вот в чем дело. Он очень был сложный, закомплексованный, очень сложный человек. Но он умудрялся именно на этом основываясь, получать импульсы, энергии, чтобы становиться Дали. Он провоцировал, самораскручивал себя на какие-то вещи, и это его двигало. Поэтому он стал бессмертным, в результате Дали остался бессмертным. Все знают Дали, остался его музей. Рудольф, к вам тоже вопрос. Вот последние дни его жизни, когда при нем был только его близкий слуга, которому он после своей смерти не оставил ни цента, и который свято хранил все его семейные тайны, не писал о мемуарах и умер через два года после его ухода. Вот как получилось, что он в таком одиночестве ушел? — Вы знаете, в какой-то степени он был одинок очень давно. Если не считать Галы, фактически он от всех друзей своих отказался. Он их предал. Причем Федерико Гарси Лорко, он предал его память. Он предал память своей матери. — Вот расскажите подробнее об этой фразе, насколько я помню, там что-то приятно под эту сардинку вспоминать жертвы гражданской войны. — Простите, я могу вот, правда, это пьеса, но здесь коротко. Он примерно так, кстати сказать, у вас был разговор очень хороший с духом Дали, вызывать духов, да, и я думаю... — Да, у вас еще будет. — Вот у меня-то как раз об этом и есть. Он так... — Ведь они же очень дружились с Лоркой, да, и вы говорили, что... — У них были очень близкие отношения. — У них были близкие отношения, я думаю, что были серьезные. — Он когда умирал, он вспоминал Лорку. — Да нет. — Он действительно, последние слова его перед смертью, были мой друг Лорка, но как же так он от него отрекся? — Вот, простите, я насчет смерти, потому что там был такой вопрос. Вот здесь есть его ответ. Без голы я стал мелко плавать без нее в своем бассейне. У меня уже было нечто подобное. В детстве я устроил цементную ваню на чердаке в мастерскую, где без уст ли писал картины. Теперь у меня дворец и свой бассейн, но с картинами, пардон, творческий запор. Вот у него так получилось, что он действительно остался один и казалось бы, ну что, предавайся. А вот последнего картина, есть фотография, конечно, это показывает, что ему просто нечего уже было сказать. А относительно друзей у него вообще есть страшные высказывания. И он просто действительно опозорен. Мне хочется иногда плюнуть на портрет моей матери, например. — Это он написал на картине? — Это он написал на картине, причем после смерти матери даже. И, конечно, отец за это его прогнал из дома. Потом он сказал, что приятно за обедом там вспомнить своих расстрелянных друзей. Скажем, Федерико Горьково. — Ну это что, это был эпатаж, вот такой уже потерявший берега, или это было какое-то его... — Это подсознание, он сюрреалист был. У него какие-то подсознательные вот эти вот внутренние человеческие комплексы и тонкости в подсознании. То, что человек скрывает, держит, как бы то, что не принято озвучивать, то, что является внутренним миром человека, дали их, наоборот, вытаскивал. — Но это не похоже на подсознательные переживания. Это похоже скорее на ценительный эпатаж или шизофреник. — Вы знаете, такие мысли у человека есть очень сложные. — У вас есть такие мысли? — Сексуальные. Я думаю, что у каждого человека есть очень сложные мысли. Там играет очень все сложно в человеке. Если посмотреть в глубину себя, то да, конечно, есть такие мысли. Если каждый человек посмотрит в глубину себя... — Он с отцом примирился в конце? — Просто это все принято подавлять себе, естественно, потому что это в обществе не принято. — Вы знаете... — А он это вытаскивал, он брал и вытаскивал эти все вещи. — С отцом фотографии его уже, так понимаю, что это конец жизни отца. Они все-таки примирились в конце? — Примирились, конечно. Ну а что было делать отцу? Хотя с сестрой он так и не примирился Все-таки она считала его В этом плане отвратительным В общем предателем, пошляком Но она была человек очень суровый Такая испанка в нашем понимании У нас другая задача Она была просто человек Вы знаете, не надо вот эти слов Вот кстати сказать, к вашему сведению К вашему сведению Вы послушайте Вы же не морали дали хотим Вы много говорите не о том, о чем надо Потому что у меня есть такая книга Довольно дурацким названием Сто великих гениев Я собрал сто великих гениев Она солидная, все там есть Всех времен и народов в разных областях Куда вставил и дали в искусство У меня очень большие исследования Детства великих людей Просто исследование В отличие от криков и болтовни Я просто исследую И исследую, как говорится Геологическим молотком То есть основательно, а не поверхностно У нас есть возможность подключить К разговору о сестре Дали Культуролога Дарья Дмитриева Она с нами на связи по телемосту Дарья, здравствуйте Какие отношения были у Дали с сестрой? Добрый вечер В общем-то, сестра, хоть была младше Дарьи Тем не менее, она о нем заботилась И окружала его вот именно таким Житейским комфортом И Дали отвечал ей тем, что рисовал ее Бесконечно ее рисовал Она была его главной моделью На протяжении многих-многих лет И, конечно, когда появляется в его жизни Гала Он выходит в широкий свет Знакомится с сюрреалистами И отношения портятся и с сестрой, и с отцом Он порывает с ним, и они порывают с ним И до конца жизни он перестает из женщины только Галу И сестра тяжело это переживает Когда Дали пишет свою автобиографию Она видит, что брат больше не тот, каким она его знает Она видит, что он спрятался за маской Она пишет свои воспоминания Которые пытаются развенчать в них Дали И этим она, конечно же, видит ему Спасибо, Дарья Правильно, она хотела видеть в нем хорошего братика А он оказался больше, чем братик Он оказался единым Он отказался от того, что он братик Отказался от того, что он сын Ради большей цели Я бы только сказал, что Ени Это человек, который жертвует Которые были больше, чем просто люди И были великими художниками Но при этом не отказывались от родственных Хамить это не обязательно быть великим Во всяком случае, я не знаю, но Дали был Вы знаете, бездари хамят еще больше, чем великим 20-го века это величайший художник Все-таки в результате Простите, можно сказать Значит, хочу сказать насчет подсознания О котором вы опять говорите Но, видимо, читали дальше Фрейда Я думаю, да и то не полностью Так вот, еще раз говорю Вот написал Федерико Гарси Лорко Посвятил Дали О, Дали, да звучит твой оливковый голос Перевод Гелескула Анатолия Назову ли искусство твое безупречным Но сквозь пальцы смотрю на его недочеты Потому что тоскуешь о точном и вечном Ты не жалуешь темные дебри фантазий Он знал лучше вас, Дали Веришь в то, до чего дотянулся рукою Очень характерно И стерильное сердце, слагая на мрамор Наизусть повторяешь сонеты прибоя На поверхности мира потемкие вихри Нам глаза застилают, а сущности скрыты На далекой планете не видно пейзажей Но зато безупречен рисунок орбиты Но ты смотришь в упор Ты вперяешься взглядом И копируешь честно, без фантасмагорий Эту рыбу в садке Эту птицу в вольере Ты не станешь выдумывать в небе и в море Дело в том, что это, конечно, довольно еще молодой был, Дали И не доходил там до каких-то этих штук А вот когда говорят, что Ну, мне один из симпатичных таких молодых людей сказал Ну, как же, он же выплескивал подсознание свое Так вот, он, наверное, как-то не очень представляет себе само написание картин У него картины продуманы, о чем он сам говорил И, кстати, продумывал иногда до мельчайших деталей Вплоть до фекалий, кстати сказать, которые он тоже иногда вставлял Так вот, и не надо на это особо сильно упираться Так вот, и более того, картины делаются не сразу Это хорошо, вот сейчас подойдет, маснул и сказал Вот это гениально А это просто барахло А вот он работал Он работал над картиной, продумывал У нас сейчас опять будет лаборатория спирита Нет, у меня буквально Опять нет ответа, почему дали гений Он просто гений Ну, работал, ну, был Ну и подражник Если бы в его жизни была бы не Гала, а, скажем, сестра рядом с ним Он бы стал таким Дали, каким мы его знаем, или нет? Он бы не был так раскручен, безусловно И он бы был таким же талантливым, безусловно Но знали бы мы его несравненно меньше Потому что, хочешь не хочешь, 20 век, особенно середина уже Эта пошлость заливает все И раскрутка, значит, слишком много Так что он бы сам остался собою Он собой был давно Он искал себя долго, как художник И не знали бы мы о нем ничего А Киркоров был бы знаменит, если бы не Пугачева Ну, также сейчас знаменитый, вы знаете, все, кто на телевидении часто выступает Это уже все, штаб и пошлость Хорошо, давайте дадим слово лаборатории спирита нет И потом есть еще один очень интересный персонаж в жизни Дали О котором хотелось бы подробно поговорить Если мой оппонент прочел стихотворение, я тоже хотел бы что-то рассказать Про Дали совершенно из другой области Например, как Банюэль сказал про Дали Что Дали был настолько сексуально на эту тему Что это очень важная составляющая человеческой жизни Что ему достаточно было в ванну засунуть палец И он уже экулировал Это тоже противовес Это для того, чтобы показать все-таки многогранность Я не могу, когда вот так вот В чем тут гранность? Вы показываете не многогранность, а просто слова Это очень базовое действие, очень составляющее его Так у нас лаборатории спирита нет, на связи будет? Григорий Кулагин Бобров Здравствуйте Сальвадор, скажите, почему вы завещали похоронить вас так, чтобы по могиле могли ходить люди? Григорий Вас Григорий, да? Да, это я Переоденьтесь Хватит носить штаны Сейчас это сделать? Да, а могилой я освобождаю людей от предрассудков Цель искусства сделать здорового и нормального, больным и свободным А как вы сейчас продолжаете свою миссию? Люди, одумайтесь Спасется тот, кто вживит себе электронные чипы Чем больше, тем лучше Прямо сейчас разберите свой телевизор и засуньте в себя провода Да-да, вот сейчас эфир закончится Пойду и превращу свое тело в кинотеатр И сделайте стрижку повеселее А ваши три кинотеатра просто шлак Вот я еще в 30-е 5D изобрел Зритель мог рукой осязать то, что видит на экране К каждому фильму выпускали спецнабор Шолк, шерсть, мех, шероховатая поверхность раковины Сыпучая струйка песка, гладкая детская кожа Все по специальным ящичкам для удобства Не слышал о таких наборах Может, не слышали даже о том, что в честь великого Сальвадора Назван кратер на Меркурии? Признаться... Может, не слышали, что логотип вашей любимой конфетки Чупа-Чупс Придумал великий Сальвадор? А вот наркотиков в этих конфетках случаем не было? Я не принимаю наркотики Я и есть наркотик Тот, без которого вам уже нельзя обходиться Благодарю Слово студии Ну вот для меня самым шокирующим открытием было то, что Чупа-Чупс тоже дали Вот как так получилось Было ли это влияние Гала, которое подбивало его заниматься не только живописью, но всем подряд Всем подряд за деньги Витрины, дизайн Ему все равно было чем заниматься Ему был абсолютно творческий человек Ему было абсолютно все равно Он творил всегда и везде Все, все, вся его жизнь была его творчество Куда она его просто направляет, приводит ему, говорит, так, работаем И он включается, начинает осваивать пространство Он был облегчен всякими другими проблемами Она только ходила, деньги собирала Он же был еще изобретателем, который изобрел, как он его назвал, такой велосипед с шаром Не помню, как назывался Но самое интересное, его опыт в кино Потому что, когда я смотрел фильм Хичкока «Завороженный», то я узнал в титрах тогда, что сны вот эти сюрреалистические придумывал, как раз далее и разрабатывал Но потом уже, читая про это, нашел такой забавный факт, что киношники, как всегда, решили сэкономить И там был им придуман такой кадр, подвешенные рояли с потолка спускающиеся, и под ними танцуют кружащиеся пары И киношники решили сделать все попроще Подвесить рояли поменьше макеты А танцевать, пустить карликов, ну, чтобы масштаб был сопоставим Он это увидел, затопал ногами, сказал, требую настоящих роялей, настоящих танцовщиков Так все это потом и пересняли Он же по-честному все делал, где же не было обмана Ему нужны были настоящие Так что кинематографик проявил себя тоже, и даже вместе с Диснеем работал над мультипликацией У нас есть возможность посмотреть фрагмент мультипликации Далии и Диснея Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что сегодня Дали здорово пригодился для разработки компьютерных игр А скажите, правда ли, что в разговорах, в общении с Диснеем, может быть, как раз, когда они подружились на этой мультике Они часто разговаривали о креонике, о возможности заморозить себя и когда-нибудь воскреснуть Да, я мечтал, мечтал он Вообще, мне нравилось, что он, как человек своего времени, он хватался за все научные открытия За все научные открытия Атом там открыли, он рисовал везде атомные эти истории Атомный взрыв, он воспринял исключительно, как такое научное, тоже очень много вошлось Он все время шел в ногу со временем Он не мог иначе, потому что он художник своего времени был Он все впитывал, может быть, даже до конца не понимал это, но все равно начинал с этим работать как с опытом Он мечтал бы замороженным Спасибо, давайте дадим слово зрителю Сейчас слово зрителю дадим Здравствуйте, вы в студии, говорите, пожалуйста Алло, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, какие отношения были у Энди Уорхола и Сальвадора Дали? У него со всеми были отношения Да, очень трудно сказать Энди Уорхол увидел сразу, что Сальвадора Дали, что это очень форматно, что это настоящий гений Энди Уорхол понимал эти вещи А потом, я думаю, что они как раз по гомосексуальной линии прекрасно понимали друг друга Нет, Сальвадор, еще раз хочу сказать, что в этом он не замешан И не надо ему приписывать то, что мы не знаем Нет, он не замешан в этом, может быть, конкретно, но природа его Он был сочувствующей теоретике, я вас понял Природа его, гомосексуальная, он просто не обязательно это реализовал, он ее зажимал И на этом суперисублема Не надо его природе, вы его не видели, не знаете, не надо его природе Ну как, я не идеолог, я художник, я в 17 лет Вот можно коснуться, очень-очень интересный еще один персонаж был в его жизни Это Аманда Лир, да? Да, да Помимо Гала, которая уже была, я так понимаю, в одиноком замке, принимала молодых любовников В его жизни появилась красивая, роскошная женщина Которая придумала историю, что на самом деле она трансвестит Вот, за что она сначала взбесилась, но потом была благодарна, так как это прибавили ей раскрутки Что это были за отношения? Он называл трансвеститы люди ангельской природы Вне полов, он в половую историю очень часто побаивался Он говорит, ангелы же, они бесполые, бесполые То есть он ее уже не воспринимал как женщину в силу возраста, или как так получилось? Ну, отчасти в силу возраста Ведь, по идее, я же могу его к ней тянуть Ну, вы знаете, это очень трудно Я вообще всегда остерегаюсь говорить вот так вот бойко и лихо о тех вещах Которых вообще-то не очень хорошо говорить Тем более о людях, которых ты и не знаешь И которые тебя не уполномочили Я занимался этой сексуальной природой в творчестве, серьезно Вы знаете, все, только ни у кого почему-то не получается дали Так я, простите, можно я все-таки хочу показать одну свою, вот видите, хочу находку Вот это вот сюрреалистическое произведение Мне кажется, я могу его посвятить Вы знаете, у Дали есть портрет Пикассо Ну, это похоже на Дали чем-то Вот, это похоже, да, и на портрет Пикассо Помните, он его с таким языком там и прочее страшную картину сделал Так вот, это вот, по-моему, замечательное сюрреалистическое сочинение Это похоже, это окаменелось какая-то на самом деле, или что это? Да, мое, вот, я бы сказал, открытие в искусстве Этому сочинению порядка 100 миллионов лет А открыл я его в Волковыске, это северо-запад, около реки Рось Так вот, там древние шахты И примерно 4 тысячи лет назад вот эту вот фигуру выкопал какой-то из наших, ну, русских, как я считаю Как и Ломоносов считал, может быть, предков русских, россиян, как говорят Так вот, он выкопал и оставил на поверхности, не стал разбивать Я думаю, что он уже тогда, 4 или там 5 тысяч лет назад, с этим шахтом от 3 до 5 тысяч лет Так вот, он вынул вот из того самого мелового, очень интересного, кстати, образования Он называется отторженец И вот это природа Дали гениален, как сама природа Хорошо, давайте два слова, два слова все-таки об Амаде Лив Что она из себя представляла в его жизни И перейдем к его детству, потому что хочется понять, как же он такой уродился Ну, а Мандалира-то была хорошая его компаньона, другом, естественно Потому что, опять-таки, известные люди гомосексуальной природы очень с девочками Как вы зацепились на этой семье, а? Это очень важно, потому что вся его природа, она... Ну, я вот он не похож, вот он совсем не похож Ну, если хочется человеку, ну, пускай Он не гомосексуальный Что она давала ему, чего не могла, скажем, дать Гала? Все, это его позиционирование, это лечение физиологии У меня был один, да, очень хороший товарищ, ныне покойный, боровой мастер Он был очень красив и силен И, кстати сказать, вот он об этом не говорил Хотя в сексуальном отношении, думаю, мог бы дать много фор Вот, всем Так что, не будем об этом Это болезненный вопрос для кого-то... Это важнейший вопрос Ну, вот для вас, да Для природы, для природы, для геома, конечно Я художник, я понимаю, такое имеет отношение к сексуальной природе в тверстие Могло это теоретически быть? Или это невозможно? Я просто не знаю, я не могу ответить Это, мне кажется, очень сложно Он любил оргии Он, когда во времена Аманда Лерон создавал оргии У нас на связи есть психолог У нас на связи есть психолог Анжела Зубова Которая может нам тоже прояснить эту ситуацию Анжела, здравствуйте Добрый вечер Можно говорить, что это шизоидные типичности Само начало жизни у него было достаточно необычное То есть, он не первый Сальвадор в семье Первым был отец Вторым был его старший брат Который умер, по-моему, не дожив до года И он стал таким заменителем этого старшего брата Мать водила его на кладбище Показывала ему это надгробие С надписью «Сальвадор Дали» И это, конечно, для ребенка было трудно пережить Потому что какое-то полное расщепление Он, Сальвадор Дали И в могиле Сальвадор Дали И это такая болезненная тема, с которой он Как-то всю жизнь пытался справиться Помимо этого был очень агрессивный отец Которого он рисовал как-то в виде людоеда Пытающего съесть его И в такой ситуации, где агрессивный отец И такая, ну что ли, внедряющаяся мать Очень трудно сохранить какое-то психическое здоровье И я думаю, что эти задатки, они были изначально в нем И в течение всей жизни они просто развивались Спасибо, Анжела Ну вот задатки нездоровья могли ему родители привить? Вы знаете, хочу сказать, что, во-первых, отец не был деспотом Это тоже одна из легенд Во-вторых, у него этот брат умер значительно раньше, чем он Он потом сам создавал эту легенду Причем довольно поздно Если бы это у него было изначально Это бы проявилось в его первых, вторых, третьих, десятых, сотых картин То есть вот этот камень надгробный, который показывала мать, это все выдан Нет, есть, у него действительно был Сальвадор, Дали, да, первый Но дело в том, что это не значит Он потом стал этим играть, просто-напросто И надо отделять вот то, что он писал о себе Еще раз говорю, и вот вы в этом отношении правильно говорили Потому что надо отделять это от того, что в нем было на самом деле Он был очень рассудочный человек Очень продумчивый Более того, он мне, например, очень мил еще тем Что он, как он писал, я думаю, он не врал Что его некоторые философские сочинения, даже у Канта Он мог заплакать, я думаю, от восторга И это очень правильно Он много читал, и много читал по философии И в этом плане он был, не читая, очень многим художникам Простите, можно вот один отрывок из его собственного детства? Только коротко Он сказал, очень коротко Он сам написал это «Была летняя ночь, мальчик гулял со своей мамой по берегу моря Шел дождь из падающих звезд Одна упала у ног мальчика Он взял ее и на ладони принес домой Там он положил ее на ночной столик И прикрыл стаканом, чтобы она не улетела А когда он утром проснулся То увидел, что червяк съел его звезду И это все Вот эта сказка, мне кажется, которую он придумал в детстве Это детская его сказка И когда отец сказал ему Да, но это лучше счастливого принца Оскара Уальда Нет, это совсем не лучше Потому что счастливого принца писал Оскар Уальд с нашего Кропоткина И там счастливый принц отдает все свои драгоценности бедным Здесь как раз все другое Но вот то, что червяк съел его звезду Я думаю, что это очень и очень похоже на провидение, в общем, судьбы Хотя на этом можно сделать, как говорят, и бизнес, и славу Спасибо, у нас еще один звонок есть в студии Здравствуйте Здравствуйте, подскажите, пожалуйста Отношение его с церковью Потому что снимал Золотой Век Тип, который на многих десятилетиях Отношение к чему, простите? Его отношение в церкви В нем и в испанских сапогах Имперезисты Съемки с Бенеэлем вместе Фильм, который Спасибо, мы вас поняли Но я думаю, он был довольно от нее далек Это непростая тема Атеист он был, в общем-то, конечно Поэтому смерти, вот как говорят, что он там сильно боялся Не сильно-то он ее боялся Трус — это не обязательно человек, который боится смерти Он вообще боится Он боится сильных людей Хотя он сам был достаточно силен и крепок И мог бы быть, я думаю, хорошим боксером Но, по крайней мере, ему мешала вот эта вот самая составляющая Которая иногда делала его, так скажем, нехорошим человеком Когда он мог придавать У нас неуемная энергия Сальвадора Дали Снова рвется в студию из лаборатории Кулагина-Боброва Давайте дадим возможность здравоваться Это он меня услышал, наверное, и решил Сальвадор, несколько вопросов с нашего форума из «Пирита.нет» Вот пишет нам Владимир Яковлевич из Саранска Все, что сегодня происходит в сфере экономики и финансов Началось в США, где всю власть захватили чужие Сигурни Уивер Помогите свергнуть инопланетное оккупационное правительство Земли Вам, прекрасный Владимир Яковлевич Я советую не стоять на коленях, а лечь на землю и перестать дышать Этим спасете вселенную от инопланетной фашистской оккупации Вопрос от меня Кого из российских художников вы считаете своими последователями? Только преподобного протеерея Александра Не забыл фамилию Основателя комитета за нравственное возрождение Отечества Вот последний художник Подлинный сюрреалист Уголовное преследование Тера Ганяна Бегство Олега Маврамати Угрозы Юрию Самодурову и Андрею Ерофееву Изумительно Коптать ногами новых радикалов Самый прекрасный художественный жест нашего времени Это останется в веках Что же, еще вопрос от Андрея Ершова из Санкт-Петербурга Как стать гением? Если все время думать, я гений В конце концов, станешь гением Чао Спасибо С нами на связи был Сальвадор Дали Спасибо Давайте по две минуты Выразим свое видение Сальвадора Дали в истории Я все-таки хочу настоять на том Что человек, который гений Сальвадора Дали Он настолько использовал все свои комплексы Для достижения цели Для достижения цели Я думаю, что и сексуальные, и психологические Вот эти все сложные, сложность его личности Он использовал для достижения цели Одной цели Стать гением 20-го века Что он и добился Спасибо Все это есть Все, что он хотел В результате мы пришли к тому, что мы имеем Спасибо Кирилл Рудольфович, вам слово Рудольф Константинович Рудольф Константинович Господи, что же это? Бывает Так вот Простите Журналист Продолжаю просто Простите, можно я из пьеса опять Вами столько создано в разных жанрах и видах искусства Что вы, по-видимому, просто устали Он в старости устал Если б я не работал, что б я делал здесь на земле? Скучал бы, как устрица А я не люблю устриц Но, кажется, я надоел самому себе Журналист, значит, у вас какие-то проблемы? Никаких проблем Возможно, в этом-то и проблема У меня есть все, о чем только можно пожелать Множество наград и почетных званий Это у меня радует Если мне захотят вручить орден Ленина или Мао, я буду счастлив Журналист, вы добились всего, чего желали? Тогда в ванне на чердаке Я мечтал о чем-то другом О чем? Я уже забыл Хорошо, это слова Дали Ваши слова Мои слова, что его пример поучителен Его пример обязательно нужен Для того, чтобы понять 20 век И он был воплощением как раз очень много плохого, что произошло Как вы знаете, 20 век это далеко не счастливый век Это век убийств, разрушения и век техники И вот этот век он и отразил Кстати, вот Бердяев, кризис искусства, 18 век Хорошо, спасибо Это и есть Спасибо Ну что же, настоящий герой, если он героем, всегда сам по себе И в этом был весь Дали Одинокий, иногда непонятый эгоцентрик Который любил в жизни только себя, искусство и себя в искусстве С вами была программа ЖЗЛ Смотрите нас каждое воскресенье в это же время Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова